Одна овца 1256 овец 1257 овец 1250 овец 1259 овец 1259 овец 1300 овец 1258 овец 1259 овец 1258 овец 1259 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 овец 1359 овец 1359 овец КОНЕЦ 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 Я милицию вызвала, они почему-то долго не едут. Может быть, он её не убивает, а просто насилует? Ой, вы знаете, вы только спугните, вы особо туда не лезьте, я вас отсюда... Стоять! Давай! Наташ, скажи... Мамочка, мама, я уже всё сказала, всё сказала! Вот, моя дочь, моя дочь, врач, акушерник... Мама, да я спать хочу, в конце концов! Спокойной ночи, она подтверждает, что их возят рожать в инфекционную больницу, а они ж что могли понять, только слово инфекция, они испугались за ребёночка! А кто бы не испугался в такой ситуации! Я бы тоже, молодой человек, пошла рожать в подвал, тогда вы и меня арестовываете! Мы не арестовываем, мы задерживаем! Ой, моя золотая! Так! Моя бедная! На выход! Кто остался? Осторожней иди! Вы её куда? В инфекционную? На трёх было считать! Ой, боже! Для тебя что, отдельное приглашение нужно? Там человек! Хорошо, на выход! Эй! 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 Слышишь? Давай подъём! Подъём! Ну что, на родину поедем? Идгарова, Мавлюда… Мавлюда! Какая разница! Иргашевна, 1980-го года рождения, место рождения город Самарканд, республика Узбекистан. Образование… А что вы удивляетесь? Мне вон 25-й дом вообще, кандидат наук убирает! Каких наук? Ну каких-то там ихних, Аслан, Киргиз. Давайте, отпускайте, мы же разобрались уже, а? Лариса Анатольевна, я тут решаю, кого отпускать, а кого нет. А может быть у них там группировка? Детьми торгуют? Вот, пожалуйста, и… Врач имеется… Я санитарный! Мавлюда, иди! Подожди, подожди меня за дверью, иди! Ты обещала мне, что эту Едгарову не слышно, не видно будет! Так никто ее полтора года не видел и не слышал! Если б Фридай-то бестолковая к ней, вон, рожать не поперлась! А ты знаешь, что было бы, если бы она не разродилась? Владимир Ильич, ну мне удобнее, чтоб она рядом с участком жила! Да, ну а потом ты же знаешь! Ну, я отблагодарю! За что? За оказание сопротивления представителю власти, находясь под воздействием наркотических веществ… Давай, записывай! Что? Документируй! Только лично для начала установи и сам представься! А что ты мне можешь предъявить? Экспертизу не сделал, протокол не ведешь! Как вообще тут работать? Лейтенант Рукавишник! Ну это кто у тебя такой? Вы! Здесь, распишитесь! Спасибо! Лариса, па! На! Держи! Спасибо! А ее паспорт где? Не знаю, других не было! Сейчас, подожди минутку! Алло! Зарак? Владленыч! А, че что? Батча! 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 У меня есть сын! Батча! У меня сын родился! Мы уходим! 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 Ну, сын родился! Товарищ майор! Тут такое дело, в общем, я боюсь без вас просто не разберусь! Товарищ лейтенант, вот по вашему запросу! Ага, спасибо! Угу! Майор милиции, Кален Владимир Сергеевич, входил в тройку самых перспективных следователей-выжняков страны! Награжден наградом знаком лучший дознаватель и медалью 90 лет уголовному розыску России! И именными часами министра МВД! Комиссовым поранением! Очень хорошо! Владимир Сергеевич, добрый день! Майор Неберухин, начальник отделения! Вы уж простите лейтенанта, молодой, не разобрался в ситуации! Майор, а как так получилось, что под моей квартирой чурки живут? Как живут? Уже не живут! Барно! Вот здесь тоже подмети! Барно! Вот здесь тоже подмети! Барно! Барно! Фу! Не бери с земли, брось! Не подбирай никогда! Фу! Брось! Фу! Кака! Брось! Барно! Нельзя хлеб кидать, это грех! Подними! Дядя дурак! Пойдем, покажу, что надо делать! Калакра! Давай! Давай птичек покормим! Держи! Смотри! Гули-гули-гули-гули! Гули-гули-гули! Гули-гули-гули-гули! Гули-гули-гули-гули! Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули Привет! Уйди, ты смотри, ты смотри, ты смотри, ты смотри! Привет! Твоя Фаридана, утром которую, помните, вы видели? А кого она родила-то? Сына родила. А я знала, что у нее мальчик будет. У меня такой же живот был, когда я сваих насилила. Яйцом вперед! А у тебя-то сколько? Барно, пошли. Пойдем. У меня трое. Тимур, Шухрат и Алишер. Господи, как вы рожаете? Ни питания нормального, ни медицинского обслуживания. Удажают он кучу детей. А у меня и возможности, и условия. Даже приданное на девочку, на мальчика собрано. Дядя наш, дядя, куда вы его забираете? Вот так! Не подадите! Стой! Уважаемая! Вы что? Будете есть? Уважаемая, сын родился! Сын, слава Алкаса! Сын подарил! Чербача! Не бомбите! Простые люди, работают! Отдыхают! Вам не хватает для вас что-то? Вам что, аул-то что-ли? Это Москва! Центр страны! Да! И здесь никто никого не режет! Мужики! Встали они там! Нет, 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 нет! Все хорошо! Отдыхают за счет! Все хорошо! Ставьте быстро барана! Сидяй! Сидяй! Маша, быстро идите сюда! Только там! Мы кондискуем баран! Да, мы кондискуем баран! Быстро, я сказала! Страшно! Кампири я грав! Молчи лучше! Ишь еще, как он! Кампири я грави, астки! Кампири я грави, нам еще дадим! Баран, сейчас мы ему водички дадим! Моя господина! Моя господина! Моя господина! Моя господина! Моя господина! Федя, ты что меня подставляешь, а? Ты бы с этим бараном еще на Красную площадь вышел! Я просто хотел своим соседям мясо раздавать! Что ты хотел, Федя? Это не твои соседи! Значит так, завтра берешь того барана, ведешь в мечеть и там режешь! Спокойно, как нормальные люди! Договорились? Моя господина! Папа! Ариша! Ариша! Что случилось, Ариша? Ариша, что случилось? Что? Кто тебя обидел? Кто? Папа, помоги! Спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! Дай, дай! Дай сказок! Держи! Ну что, как спалось-то на новом месте? Не понимаю. Не понимай. Нет, не говорить. Ну-ну. Значит, рядом. Пошли. Ой. Ну-ка, вот это мне, вот это вот. Мне это вот, от скобли. Ага. Тихонько, тихонько, телефон. О, мама. А? Что же вы на дачу-то в такую погоду не едете? А не дождетесь. Ага. Мам, привет. 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 Привет, мой хороший, мой хороший, дай по тебе. Му-м-м. Ты позавтракал? Ага, треской. С твоей мамой позавтракаешь. Наташа, а тебе помочь? Нет, нет, я сама, не надо. Хорошо. Что? Где твоя бабка? Где твоя бабка, а? Пожевая женщина, оборудка. Спасон семье. Откуришься, что ли? А я тоже, он не байкут. Пусти мне байкут. Пусти мне байкут. А то поймаю и убью. Пожеваю, что пожелаю. На родину поедешь у меня. И ты поедешь. Ё. Павлю Допа, сын родился. Сегодня байрам надо делать. А барана мне шесть тысяч. Шесть. Нехорошие люди. Неверные люди. Не тебе решат. У нас у всех из-за тебя могут быть проблемы. Фархо. Син родился. Есть закон. Обычай. Алло. Да, я. Фу-па-на-фиг. А во сколько? Да, буду. Обязательно буду. Спасибо. Слышь, старик? У нас сегодня с тобой праздник. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Привет, Барна. Здрасте. Здрасте. Ой, извините, зря вы приданное собираете заранее. Это очень плохо. Спасибо. Детей не будет. В смысле? Точно? Да, там примета такая. Давайте. Я не знаю. А давайте я кому-нибудь отдам его. Ну вот хоть маме, девочке этой, как ее? Фарида. Решено. Пойдем ко мне. Пойдем, пойдем, пойдем. Не стесняйтесь, кладите книги. Пойдем. Наташа! Кто здесь? Мам, это я. На Наташа у меня трагедия. У меня катастрофа. Я потеряла очки. Ты понимаешь? А котята давным-давно... Котят есть! Заходите, не бойтесь. Заходите, не бойтесь. Простите меня. Мам. Мам, ну ты опять чистила рыбу. Ну, мама. Ну, я же говорила, что у Валеры аллергия. Ну, что это, а? А котики любят треску. Наташа, найди очки. Так, спокойно. Слушай, ты не уберешь там, а и посуду помой, пожалуйста. Триста рублей. Что? Ну, посуду помыть, убраться. На кухне триста рублей. Ладно. Мама, когда в последний раз видела очки? Значит, я... Ну, я чистила рыбу. Чистила я ее, чистила. Остатки завернула, положила в морозильник. Потом Галя позвонила. Галя пока. И... И они пропали. Неточка. А в морозилке вы смотрели? Ну что, сумасшедшие, что ли, Наташа? Ну, да. А как вы догадались? Вы сказали, что убрали в морозилку остатки рыбы. А она вот. Значит, что-то другое убрали. Логично. Ой, какая у нас тут девочка хорошая. Сколько тебе лет? Ну, а чё ж ты молчишь? Это невежливо. Ей пять. Она пока не понимает по-русски. А вы переведите. Могу. Я узбечка, а она таджичка. И вы не понимаете друг друга? Нет, у нас тюркская языковая группа, а у них фарси. Да. А мне казалось, что вы одинаково лопочете. Ты подумай, ты подумай, ай, тюркская. За Васильича наливай, наконец-то настоящему мужику генерала дали. Кто нас вырастил, он. Соскори, за отца родного, стоя и до дна. А ты чё? Да нет, я не понял, за Васильич. Он не пьёт. Как за Васильич? Совсем не пьёт. Вов, на секундочку, можно? Да. Пошли. А твой меня не убьёт? Там видно будет. Здорово. Привет. Гена, возьми пиркет. Нам три места зайдите, хорошо? Давай. Гена, кто это? Не свой, что ли? Свой. Угомонись. О, адвокатура! А твоя где? Бог, сколько тебя помню, столько помнит этот костюм. Пора бы уж поменять. Да ты у нас любительница, всё менять. Стань. Вместе с нами сядешь. Зачем это? Ну, Вов, тебе будут наливать. Сорвёшься, а я проконтролирую. Знаешь, ты гену свою контролируй. Мы, кажется, в разводе. Сам разберусь. Проконтролирую там. Держи. Это приданное. Да. Для мальчика, для девочки. Триста рублей, как договариваются. Спасибо. Ну? Мама! Я вам искренне не рекомендую выходить во двор. Твоя мама украла у таджиков барана. Меня за это чуть не убили. Как украли? Что, барана нет? Так, всё, я спать. У меня ночная смена. Ну, баран-то у нас на даче? Это моя дача. Ой, мама. И там могут жить козлы, бараны, морские свинки. А вы живёте в моей квартире. На зарплату моей дочери. Это временно. Мамаша, угробят вас эти чурки. Дамы, не сделайте мне кофейку. Подожди, Ген. Прости, мне показалось. Не, ну, гуманися. Вов, ну, салат себе побольше. Палаши, да? Слушай, Ген, а что это за блогинка сидит с Васильевичем? Ну, с краем. Курьезная. Давай, Вов, иди, надо. Я понимаю, никто не любит просить, но надо. Иди. Ну, хочешь, я с тобой пойду. Не, не надо. Вовка, я думал, жена. Васильич, это... Поздравляю ещё раз. А души? Зараза. Машки там нет? Обещал ей бросить. Никак не могу. Тогда мой подарок как раз кстати. Спасибо. Сам вырезал. Ценю. Сам-то не куришь? Нет. Ещё в больнице, всё. И не пьёшь? Нет, не пью. Молодец. Я когда на пенсию выйду, тоже брошу. Ну, как там она на пенсии-то? Привык? Ага, привык. Слушай, Васильич, возьми меня обратно в отдел. Ну, не могу я с бабками на лавке сидеть. Я работать хочу. Вовка, ну как я тебя возьму? Ты комиссован по ранению. Ну, ты же сам обещал. Сказал, подлечись, я тебя обратно возьму. Вот я подлечился. Не пью, не курю. Соврал я. Ты тогда в такой депрессуке в больнице валялся, жить не хотел. Ну, вот я и... Ну, ты сам подумай, ну как я могу тебя взять? У тебя граф АД, параграф один. Тебя же ни одна медицинская комиссия не пропустит. Ну, ты ж теперь генерал, ну дави на них. Ну? Ну, вот что, Калёный, ты теперь пенсионер. Прими это и смирись. Все, свободен. Понял. Товарищ генерал. Вов! Ну, что, Вов? Ты. Как на синого майора? Ох, ты куда? Куда я тебя не пущу, с нами поедешь! Гена, ему нельзя за руль! Да уйди ты! А значит уйди? Как ты с женой моей разговариваешь? Иди в машину, сядь, пьянь! С института мечтал это сделать! Прекратите, прекратите! Ты думаешь, я буду к тебе отвечать? Не дождешься! Прекратите! Просто до сих пор не можешь меня простить, что я бабу твою увел! Нет, ему нельзя за руль! Пошли вы! Вы нас ставили, блядь! Уроды! Поразит! Урел! Вы едали? Он чуть собаку свою не задавил! Он, собачка, ты иди ко мне! Он пьяный! Естественно! Собака бегает целыми днями, без ошейника, за кошками подъедает! Твоего пса в приют надо! Чего? Машину убрать надо? Тебе надо, ты убирай, он там ключи, потом бросишь в ящик! Какой ящик? Почтовый ящик, Чукча! Во! У тебя водка есть? Куда тебе еще водки? Ты же понимаешь по-русски? Ты что, осуждаешься? Давай, домой! Наташенька, мне во сколько тебя встречать? Мам, ну ты опять двадцать пять! Я тебя умоляю, ложись спать! Пока все не родят, я не приду! Хорошо, я тебя поняла! О господи! Спять на остановке! Ой, господи! Будет ли легче? Девочки дорогие, вот вы видели, у дочери ночная смена! Она потом тут пойдет, шатаясь, едет, 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 едет! Это все! Это все! Бери, сердце, мне не болит! Крампили, аз! Не бери в голову, что Рика, я сам всех в приют сдам! Да, да, эх ты, моя собака! Наташ, ты еще в больнице? Наташ, как договаривались, я тебя буду ждать на остановке! Ой, ты улица моя! Ой, ты улица моя! Кто? Откройте полицию! Здравствуйте, Владимир Сергеевич! Вам принадлежит Волга ГАЗ-2101 с номерами Т-328 УХ. Моя машина, а в чем дело? Проедемте с нами, пожалуйста, в отделение. Документы предъявите. Лейтенант Рукавишников. Со двора ни шагу, я спору вернуть. Гуляй! В 2 часа 15 минут на пересечении улиц Дубровской и Мельникова, автомобиль Волга ГАЗ-2401, госномер Т-328 УХ, которым управляло неустановленное лицо, совершил наезд на гражданку Трифону Валентину Никоновну, 1946 года рождения. Потерпевший находится в тридцатой городской больнице, с тяжкими повреждениями, в бессознательном состоянии. Машина моя. Угу. А кто сбил, я не знаю. Экспертиза показала, что кроме ваших отпечатков в машине больше не было никаких. Владимир Сергеевич, я уважаю ваши былые заслуги, искренне хочу помочь вам. Может вы сами позвоните? Да нет, давайте разбираться. Давайте разбираться. Что вы делали в период с одиннадцати вечера до двух часов ночи? Спал дома. Кто это может подтвердить? Вот он. Да-да, пойдите. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. А вот ваш адвокат будет предоставлять ваши интересы. Я надеюсь, вы не против? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что вы, какие формальности? Заходите. Могу я поговорить с моим клиентом с глазом на глаз? А, конечно. Спасибо. Можешь? Чай сделай. Ага. Мне, пожалуйста, зеленый, без сахара. Рассказывай. Чего рассказывать? Я не помню ничего. С шести до двенадцати. Мы все вместе сидели в ресторане. Помню. Ты дал по морде Гене. Помнишь? Дал. Сосал пол-литра водки, пьяный сел за руль и поехал домой. Помнишь? Помню. Слава Богу. Хоть что-то. Что было дальше? Рассказывай. Дальше не помню. Рывал. Мне бы вот по поводу пострадавших кого-нибудь из начальства. Руковичников. Тебе. Ой, здравствуйте. Рассказывай. Рассказывай. Валерий Типцов. Зять пострадавший Трифоновый Валентин Никонов. Ага. Так. Да. Вот. Должен заявить, что у моей тещи был очень серьезный конфликт с работником нашего ДЭЗа, таджиком Федей. Или как же его там? А, Фархад. 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 Вот он ей угрожал. Он обещал ее убить. И поэтому я и решил, что вам просто необходимо знать, что вчера вечером, ближе к ночи, товарищ Каленый отдал свои ключи от автомобиля «Волга» именно этому таджику Феде. Видишь, что у нас тут творится, а? Видишь? Владимир Сергеевич, машину можете забрать. Теперь ясно, что это не вы. А кто? Не вы. А ты докажи, что не я. Ты этого таджика в глаза не видел. Не допрашивают. Так? Владимир Сергеевич, я вас отпустил по подписку, а не выезд. Ага. Давай вперед. Давай. Шагай. Ну, теперь ясно, что не он. Почему? По ощущениям. Ты говоришь, я машину могу забрать? А где ключи от машины, а? Ну, давай, думай, следователь. Где? В почтовом ящике. Молодец. А почтовый ящик эксперты уже смотрели, отпечатки пальцев сняли, так? Ради бога, извините, что я вмешиваюсь, просто это очень важно. Этот таджик был в рабочих перчатках. Он в них из трактора вылезал, а потом в вашу машину припарковал. Владимир Сергеевич, а вот вы сейчас про ощущения говорили. Это интуиция? Знаешь, у меня насчет баб интуиция не срабатывает. Насчет остального никогда не подумал. И вот эта интуиция мне подсказывает, что за рулем-то был не таджик. Но интуиции-то к делу не пришьешь. Тут нужны факты, доказательства, имена. Нужны. Вот это самое неприятное в нашем деле. Да, Леша? Да ничего, была бы интуиция, факты подтянутся. Угол ящика о том, но не забудьте внести протокол. Разумеется. Ну что, таджик в перчатках припарковал мою «Волгу», потом бросил ключи в почтовый ящик, а потом сошел с ума. Обиделся на почтовый ящик, взломал его дверцу, достал ключи, сел в машину и сбил бабку. Да, Леша? Да. Да. О! Таджик осознался? Ну, кто бы сомневался. Таджик, поехали. Вот ты сам посуди. У него ключ в руках был. Зачем ему ключ в почтовый ящик, знаешь, чтоб потом взломать? Как думаешь, а? Вот и я думаю, фигня получается. А кто еще мог знать, что у меня ключ в почтовом ящике? Много кто мог знать, что на весь двор орал об этом. Ты что здесь делаешь? Подслушиваешь? Ты лучше скажи, у твоего приятеля случайно алиби, нет? Ну, можешь кто-нибудь подтвердить, что он той ночью был в другом месте, а не там, где машина старушку сбила? Машина, брррр, старушку сбила! Да есть у него алиби. Он вместе с Махмудом, Рафшаном, Алишером и Мусой смотрел телевизор в подсобке ум или уши. А Васи не было? Какого Васи? Васи, Петя, Коли. Они же там все заодно, кто им поверит. Фиговый алиби. У тебя и такого нет. Чего? Я не говорю, что ты виноват. Зачем тебе свой ящик взламывать, чтоб ключи доставать? Я думаю, это не ты. Думает она. Я в дрова был. Пошел, сломал. Нет, из квартиры ты не выходил. Дверь не хлопала. Ты дверью сильно хлопаешь. Внимательная какая. Так, допустим, этот Рафшан… Алишер, Махмуд, Муса. Да. Допустим, они не врут. Не врут. А кто еще мог меня слышать? Вон весь двор тебя слышит. Чего, это корал? Да. Идиот. Так, ладно. Кто там еще был? Еще вот этот, у которой зеленая машина, а жена в розовом платье ходит. Ага. Серега. Да. Еще вот бабушки на лавочке, но они все время там сидят. Понятно. А кто еще? И вот этот, который, собачка маленькая. Типцов. Типцов, да. Он злой. Он со всеми ругается. Он всегда ругался со своей вот этой тещей. Мне кажется, это он. Я так чувствую. Знаешь чего? Если человек тебе не нравится, не значит, он преступник. Чувствует она. Мне он тоже не нравится. А пацаны там были? Могли слышать? Не, не могли. Они мусорный бак поджигали. Я сама тушила, ругалась на них. Всех видела. Всех запомнила? Конечно. Ну? Ну, вот этот вот парень с двумя девушками, 96-я квартира. Другие девушки, кстати, раньше были. Вот эта красная куртка с белыми полосками, 98-я квартира. Этот с рюкзаком, наушниками, 112-я. Ну, если Рашану, Алишеру, Махмуду и Мусе не поверят, значит, мне тоже не поверят. Слушай, а давай скажем, что это малолетки сделали. Молодец. Ты же знаешь, они этого не делали. Я знаю, что Фахат это тоже не делал. Ну, давай пацанов посадим ни за что. Как ни за что, но мусор поджигали. Значит, жди меня здесь. Жди. Молодец. Вы можете видеть за они. Вы были? Вы пригадили? Меня зовут, я же помогаю. Вы могли бы мне на эту работу? Вы помните. Конечно. Меня зовут. Меня зовут. Молодец. До свидания. У вас же тут все как на ладони видно, магазин круглосуточный неужели не видели? Не знаю, в 2 часа ночи спала, заперла быть? Переспала. А кому? А кому цветы нужны, там звонок есть. Понятно. Спасибо. Слышь, сегодня ночью ты работала. Вон там женщину сбили. Не-не, по-русски плохо поймем. Слышь, сегодня ночью. Слушай, Волга твоя прямо рядом с ней стояла. Да. Он говорит, чего ты ждала? Кто там был за рулем, он не видел. А то Никоновна пришла, и машина сразу рванула с места, и прямо на нее. Так значит, человек в машине знал, что Никоновна... Знал, что Никоновна встречает дочку с ночного дежурства. Я же говорила тебе, что это... Ты понял, я что Типцов. А как ты докажешь? Он же его не видел. Не видел. А что еще сказал? Сказал, сказал. Калмыкии на Тимирязевскую машину с бараниной привезли. Дешевое мясо. Ну, полезная информация, только к делу не относится. Все, тупик, сидеть твою фархот. Фархот? Ну, какая разница, Федя, сидеть и будет. Давай. Ну, дам, ну, не сделал тебе кофейку. Ты чего припёрлась? Я вспомнила. Трифонова. Трифонова. А, Валентина Никонова. Была такая смешная бабка. Попросила дарственную её оформить. Хочет свою дачу на общество защиты животных переписать. Ну, что здесь смешного? Нет, ничего смешного нет. Вот столько там стоит земля. Это в долларах? Да. И неудача в Малаховке. Владимир Сергеевич, вы можете свою «Волгу» забрать. Пойдёмте вам ключики, Адам. Товарищ лейтенант, это к вам. Молодой человек, вот следователь. Здрасте. Здрасте. Тут, вы знаете, такое дело. Я совершил преступление и пришёл с поведения. Ну, что, какие новости? Вот. Дочка рыдала, жена орала, у меня вообще просто температура поднялась. А мы же соседи ваши, на пятом этаже живём над вами. Ну, значит, это не таджик. Нет, 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 это не Фархат, это я. Потому что Арина, дочка моя такая, блондинка. Ей жалко его стало. Вот я его украл и на дачу отвёз. А что я с ним делать, даже не знаю. Вы его заберите себе, а? Потому что у меня он уже в окне. Вся машина им провоняла, все сиденья уже в шерсти у меня. А Ариша, это дочка моя. Я сказал ей, что в зоопарк его отвёз. Стоп, 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 стоп. А вы в моей машине обнаружили шерсть. Да волну. Правильно, Пиночета. А у Типцова рыжий шпиц. Он с ним никогда не расстаётся. Вот, шерсть отличается, если в ту ночь. Ну, понимаешь? Нет. Ладно, давай-ка проверим мою интуицию. Да нет, это хорошо, конечно. А что с бараном-то делать? Вот как у нас теперь работают. Дело закрыли, машину вернули, Таджик в СИЗО и опять по новой. В смысле? А вы не в курсе? По результатам новой экспертизы в машине обнаружена шерсть другой собаки. Какая-то ссылка прокатилась в моей машине. Как тёща? Как же они сейчас всех собак в районе проверять будут, что ли? Ну, я же вам говорил, что улики потянутся сами собой. Так вы мне не ответили, как тёща? Ну, Таджик же во всём признался. При допросе Таджика следователь допустил существенную ошибку. Какую? Не использовал основное правило следственной тактики. Индивидуальный подход к тому, кого допрашиваешь. Это как-то очень заумно. Да проще простого. Надо знать того, кого допрашиваешь. Вот возьмём, к примеру, вас. Судя по всему, вы личность неравновешенная. Значит, эмоционально неустойчив, сентиментален. Наверняка в детстве марки собирал. Значки? Трусоват. Склонен к сильным увлечениям. Скрытен, обидчив. Ну, злопамятен. Кажется, я начинаю понимать, почему вас на пенсию отправили. А вот тут начинается самое интересное. Борьба личности с жизненными обстоятельствами. Да, действительно, интересно, с какими-то обстоятельствами. А я сейчас расскажу. С работы попёрли. Жена пашет одна. Срывается то и дело. Жить приходится у тёщи. А тёща попалась непростая. Поедом ест бедного мужика. Среда заела. А что, меня допрашивали, что ли? Давно. Всё бы ничего. Но тут наш подозреваемый узнаёт, что тёща, вот эта вот старая корга, завещает свою удачу бедным животным. Всё, хорошо. И вот решение Валера приходит внезапно. Такая удача. Я бухой. Таджик паркует мою машину. Угрожает вашей тёще. Один удар бампером и всё. Концы ввода. Тёща, кстати, пошла на поправку. И скоро в палату переведут. И забыл сказать. В машине обнаружена шерсть вот этой вот собаки. Ну, давай. Я же в эту дачу вкладывался. Я же логистик отбыл. Так. Зарабатывал очень много. А водится на мои деньги рыли. Кирпич я завозил. А что теперь-то? Кошкам, что ли? Конечно. Да, я осложнился обстоятельствами. Попал под сокращение. Уволили меня. Так она мне каждый раз это припоминает. Каждый раз мне это припоминает. Всё? Облегчил душ? Представляешь, вот ты сейчас такой нестабильный. Что с тобой в тюрьме-то водят? Как в тюрьме? Вот так вот, в тюрьме. Вот смотри, вот там Алексей. Алексей! О, пойдём. Вот всё ему расскажешь, как ты у меня ключи забирал, машину воровал, ну и так. И мой тебе совет, пока не поздно, бросайся в ноги жене и тёще, чтобы они иск забрали. Трудно, но можно. Давай, не волнуйся. Ну что, забираем? Пройдёмте. А если он в отказ пойдёт? Лёш, давай дальше сам. Прости, женщина, пропустите задержку. Да, ну пойдём, Гульярт, пойдём. Валер, а что ты такой? Ах ты какой хороший. Пошли.